Как всем известно, в минувшие выходные прошли выборы по всей Свердловской области. По некоторым инцидентам вопросы еще решаются, ну а по выборам в Думу местного созыва результаты впечатлили не только жители Свердловской области, но и самого губернатора. Но не будем забегать вперед и начнем с самого начала. Что же такое выборы и надо ли в них принимать участие? Ответ был исчерпывающим. Выборы, как бы это ни было громко сказано, это возможность каждого гражданина, каждого избирателя принимать участие в управлении в зависимости от уровня выборов. Если мы говорим о главе, это прямая возможность повлиять на то, что будет в ближайшие пять лет в городах или муниципалитетах. Это на воле случая здесь, безусловно, отпускать ситуацию нельзя. Если ты искренне болеешь за город, за район, то искренне желаешь развития города, то, конечно, нужно прийти и голосовать. Если это так, то голосовать нужно обязательно. Сам губернатор и так же, как все сознательные граждане, принимал участие в этом, можно сказать, мероприятии, ближе к обеду в гимназии номер 104, а также озвучил тех людей и те партии, которые он поддержал и выбрал. Продолжение следует... Продолжение следует... По словам Евгения Куйвышева, он отдал свой голос реальным людям, которые предлагают реальные и экономически выгодные проекты и планы. Может, это и правильно, но вернемся к партии «Единая Россия», которая бьет все показатели на выборах ежегодно. Возьмем небольшой муниципалитет, например, как наш. В Артемовском городском округе именно эту партию поддерживают множество избирателей. И хотя у нас выборов не проходило, согласно статистике, голоса за «Единую Россию» отдают более 50% избирателей. И если взять результаты голосования в Екатеринбурге в эти выходные, то за партию «Единая Россия» проголосовали больше 25% жителей. Тогда как в Артемовском городском округе в прошлом году за нее же отдали свои голоса более 50%. А это просто отличный результат. И каждый год этот процент у нас в муниципалитете растет. Поэтому нет ничего удивительного, что Свердловская область побила все рекорды. В 34 муниципалитетах проходили выборы. В 31 победили кандидаты от партии «Единая Россия». В том числе убедительную победу одержали кандидаты от «Единой России» в крупных городах области, таких как Полевской, Краснотуринск, Сесерт, Качканар, Ирбит. И в ходе этих выборов «Единая Россия» фактически вернула себе те муниципальные образования, в которых потерпело поражение предыдущие кампании. Это такие города, как Краснотуринск, Качканар, Ирбит, Невьянск, Сесерт, Михайловске и другие. Это крупная победа партии и знак доверия со стороны жителей области. Убедительная победа, достигнутая и на выборах депутатов представительных органов, на выборах в законодательное собрание Свердловской области. В целом, состоявшая кампания была самой удачной для «Единой России» за последние годы. Одержать победу нам удалось благодаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса президента страны и реализации майских указов, направленности на повышение качества жизни людей. На выборах органов местного самоуправления мы одержали убедительнейшую победу. С такими показателями, каких «Единая Россия» достигла на этих выборах, не достигала Свердловской области еще никогда. Также губернатор считает, что одержать победу единороссам удалось благодаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса президента страны и его майских указов, направленных на повышение качества жизни людей. Но выборы-то уже закончились, и надо сделать акцент на то, что было обещано гражданам, отдавшей голоса за ЕР. А это совсем непросто. Ведь предстоит решить проблему долгов перед ресурсоснабжающими компаниями, а также не забывать, что на носу отопительный сезон. И в том, и в другом случае у Артемовского городского округа имеются кое-какие проблемы, которые надо и нужно решить. Мы входим в отопительный сезон. Перед вновь избранными главами муниципальных образований и депутатами стоит задача обеспечить успешное завершение подготовки к зиме коммунальных сетей и теплогенерирующих объектов. А в ряде муниципальных образований решить вопросы с погашением долгов перед энергетикой. Осенний период – это время, когда необходимо формировать и муниципальные бюджеты на следующий календарный год. И при верстке муниципальных бюджетов необходимо исходить из положений, в первую очередь, майских указов президента страны. Работа предстоит серьезная и сложная, и в ней надо акцентировать внимание уже на проблемы, которые есть в муниципалитетах. И если потребуется помощь области, то она будет, но в разумных пределах. Также губернатор призвал поблагодарить представителей общественных организаций, всех сторонников, помощников и определить проекты для будущего сотрудничества с ними. Но вот что главное. И, наконец, главная работа – это работа по консолидации общества. Выборы важны, но они закончились. Теперь нужно оставить в стороне все политические амбиции и конструктивно работать в составе единой команды. Единая Россия должна сплотить вокруг себя все конструктивные силы. Нам особенно важно провести работу по консолидации общества в условиях непростой экономической ситуации и угроз ухудшения мировой конъюнктуры. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так что будем надеяться, что в будущем будет все замечательно. Наш муниципалитет получит всю необходимую поддержку и помощь во всем. Ведь в Артемовском городском округе партия «Единая Россия» побеждала и била рекорды не раз. Все в нее верят и поддерживают. И, конечно, это должен оценить как губернатор Евгений Куйвишев, так и все правительство Свердловской области.